Всем привет! Это очередной летний выпуск шоу «Обед на фиолет». Шоу, где мы рандомно вытягиваем заведение и обедаем там ровно на 500 рублей, все как обычно. А потом вы выбираете чай, обед вам понравился больше. Летом это, конечно же, летники. Мы уверены, что лето еще будет, поэтому мы продолжаем летний сезон. В прошлый раз мы вытянем летники и поели там окрошку, каждый поел окрошку. И чем вот окрошка Жени вам понравилась больше, чем моя окрошка? Я выиграла 3-0. Спасибо, ребят. Посмотрим, что будет на этот раз. Вытягиваем. Давай, это будет вот это. Давай. Там я на друбе. Кстати, честно говоря, мы это написали, но я в упор не понимаю, где там я. О, я тебе покажу. Так, давайте, куда я пойду. Хотелось бы тоже что-то вот такое. Сушенебель? Что? Сушенебель. Не знаю. Ну, давай быстрее. Ну, подожди. Сушенебель, мы посмотрим. Быстрее. Андрикот. Кстати. Удал уж более фешенебельно. Андрикот это такой один, я бы сказала, из самых красивых летников Томска. И туда иду? Ты я. Том Ян. На обрубе. Андрикот. Ну, фешенебели. Так. Ну, с погодой вот такое. Поэтому сейчас будем уточнять, работает ли летник. Есть вот такой, конечно, летник, но зонтики спущены, поэтому я делаю вывод, что он сегодня не работает. Но вдруг есть что-то наверху с навесами. Сейчас узнаем. А вообще, здесь очень приятно, и я бы даже вот здесь, наверное, пообедала с удовольствием. Ну, а чем вам не летняя веранда? Здравствуйте. Так, мы уточнили. Летник работает, но я в итоге решила поесть здесь. Мне кажется, что есть в этом какая-то особенная атмосфера, особенно когда мы находимся в такой старой части города. Здесь очень красиво. Поэтому давайте будем здесь. Ну, а уже готовы сделать? Да, да, да. Ну, если вы мне угодите. Спасибо. Сложности? Да, возникли некоторые сложности. В том, что мы действительно, наверное, не по правилам, что еду вынесут сюда. Решили поесть здесь. А что такое? Взять в посуде с собой и поесть здесь. Мне кажется, это очень прикольно. Ну, я думаю, что это не по правилам общепита. Все-таки, если речь идет о ресторане, то, наверное, мы должны сидеть за столами. Ладно, не будем спорить. Это правило заведения, поэтому мы просто возьмем еду с собой в чеплашках с собой, и я пообеду здесь. Так. За 500 рублей здесь есть супы. Например, фос говядины или томка с курицей. Можно выбрать салат до 500 рублей. Скорее всего, опять же, это будет одно блюдо. Вот жареный рис, например, можно вообще за 288 рублей. Прекрасно. 288. Да. Здесь можно собрать свой вок. Можно выбрать основу. Это будет рис, лапша, лапша-удон, лапша-соба или лапша-харусами. Не знаю, как правильно произносится. Можно выбрать соус, начинку и всякие дополнительные штуки. Прикольно. Это будет лапша-удон за 299 рублей. Соус. Давайте я попробую терезаки. А скажите, водичка у вас, может быть, бесплатная есть? Нет. Ага, ладно, тогда вот только вок. Удон, тиреяки и говядина? Да. Это все в коробочку с собой. С собой. Все. Спасибо большое. Это 500 рублей? Это 500 рублей. Средний чек в этом ямбаре – 1000 рублей. Тысяча? 1000 рублей. Но получается, на эту тысячу как раз и можно взять какой-то салат. И второе. У меня получилось только удон. Удон вок. Что ты за это умерла? 487 рублей. Спасибо, спасибо. Ну что, анпакинг? Анпакинг. Вот такой пакетик. Еще один? Да. Матрешка что-то? Здесь салфеточки, приборы, палочки. Смотрите, ну хоть не руками будем есть. Погоди, баночка, коробочка. Здесь мой этот вок или кто он там. Что? Смотри, какой он красивый. Ты же лук не ешь. И что? На что это налег? Ни на что. Ну и все. Единственное, у меня сейчас будет проблематика. Я не очень умею есть лапшу-палочку. Неплохо получается. У меня табурет. Да, да. Только крупные планы не снимать, а так все хорошо. Но сейчас очень долго буду это есть. Потому что у меня ничего не получается с палочками. Тут, оказывается, есть вилка. Ух ты! У таких, как я. Тут есть вилочка. Круто, круто, круто! Теперь дело пойдет быстрее. Очень вкусный вок. Уху. Ну, это прям лайк. Теперь, дамы и господа, мы с вами посмотрим, как пообедал Дима. Ребята, сегодня я буду обедать в ультра-новом летнике. Летнике антрикота. Ммм, там просто, ааа, там просто, ааа, там просто, ааа. Я, честно говоря, тебе завидую, потому что он очень красивый. Такой летний, новый. В смысле? Просто покажем, какой красивый летний. Значит, смотрите, живые цветы. Вот здесь плиточкой все выложено. Покажите, пожалуйста, плиточку. Вот выложено все плиточкой. Смотрите, как вот здесь вот все такое, вот такое миленькое, такое красивенькое. Вот такое все, вот ловенькое, такие стульчики стоят. Вот дети можно нарисовать. Я им сейчас скажу, откройте летний. Вот прям вот для меня. Я специально пришел на летник. Ты не расстроил лбу? Сейчас мы все тут, сейчас мы устроим. Вперед! Привет. А что, летник это, не работает? Два дня. А что, можно мне просто стульчик туда поставить, я там поем? Я здесь закажу с собой и там поем. Да? Круто, я вберу. Сейчас, можно ли тогда меню? Я поем на летнике антрикота. Тебе что, разрешили это сделать? Откроют летник. Вот это, я понимаю, крутое заведение. Котлеты говязь. Котлеты говядины написано. А, это свинина говядина, кстати? Или куриная лучше? Какие лучше куриные? Коткие лучше? Коткие вкуснее. Не знаю. Да. Свинина говядина. Класс. И рис с овощами. Сакан воды, если можно будет. Класс. Класс. Лимон? Да, вот. Все, вот, все, спасибо. Не, давай вот здесь вниз. Я вообще не... Вот этот, да. Дим, а что людей заставил делать? Сейчас мне дадут стульчик, а я здесь сяду. Вот. Все. Дим, ты обнагнялся всем? Очень. Если я и в этом выпуске проиграю. Подоконнику. А почему всегда выпрашиваешь голоса? Я пророжденный... Я пророжденный... Ты почему всегда выпрашиваешь голоса? А сейчас загрешутся огоньки. Серьезно? Раз, два, три. Женечка! Это вот так выглядят котлеты. Обалдеть! Приятного мне аппетита. Знаешь, что я сейчас сделаю? Я хочу одну котлету, да. Знаешь, что? Я, наверное, и сама за тебя проголосую. Ребят, закрыто на спецобслуживание, извините. Жень, ничего, все нормально? Угу. Ну, я тут как бы ем. Я сейчас? Ну. Жень. Нет, пока. А тут не работает. Нет, только внутри, да. Дим, из-за тебя все ломаются на летник. Доедай быстрее. Я здесь просто уже неделю сижу. Ну, ребята, дайте еще и курсы большие. Ну что, похватывайся немножко? Давай. Добавить? Давай, давай. Когда приезжала Виктория Дайнека, здесь не было места. Серьезно? Она ела в другом месте. А я ем здесь. Так он еще и снимался в клипе с Викторией Дайнек. Кстати, смотрите премьеру. Ну в каждой бочке затычка, Дмитрий. Ну в каждой. Средний чек в антрикоте 1000 рублей. Вообще, летник закрывают не потому, что гостям холодно. Там тепловые пушки стоят, в принципе, тут и зимой можно нормально в Литвейном согреться. А персонал. Так как кухня находится вот в здании напротив, то персонал приходит специально ходить туда-сюда. Ну и могут простыть. Хостес вообще на улице. Вот поэтому будем наслаждаться летником антрикоте летом. А Дмитрий, можно вас немножко поправить? Да. Но по факту сейчас еще лето. Илья Пророк, два часа уволок. Все, день на убыль пошел. Уже очень. После единой дня вообще купаться нельзя. Вы вообще русские? Наелся? Я объелся. Иди плати. Спасибо большое. Спасибо. Все непременно. Хочу сказать огромное спасибо коллективу антрикоте, Миши и Даше за то, что любезно разрешили мне отобедать на летнике. Одному. Таким был очередной выпуск шоу «Обед на фиолет». Голосуйте же, чей обед вам понравился больше на этот раз. Оставляйте ваши лайки, комментарии. Мы все читаем. Обязательно. Хорошего дня. Пока.